Ну, вы знаете, я не столь знаменит, как Алексей Заватеев, фамилия моя уже звучная, не двигается Дмитрий Георгиевич, да, я безотекан Микмата, именно права хозяина, хочу вас поблагодарить, наверное, при всем Алексею поблагодарить, что он, приезжая в Минск, не минуя стены Микмата, и поблагодарить вас за то, что вы сегодня в нашей аудитории послушаете очередное приобщение к математике, я тогда сказал, поэтому, Алексею, вдохновения, вам удовольствия и каких-то замыслов после окончания лекции, спасибо. Спасибо огромное, Дмитрий Георгиевич, спасибо за приглашение, как всегда, радостный прием. Всегда прием, да. Спасибо. Так, вот сегодня у нас с вами, друзья мои, будет на самом деле две лекции, как многие вас, наверное, знают, и вторая будет, сразу просто предупреждаю, вторая будет в шесть... Будут в виде новыми институтами штатской информации, один и номер, и на двух, в общих Сулканово шесть. Сулканово шесть. Шесть вечера, на Сулканово шесть, в следующем году. Там будет теория игр для всех, и если кто-то думает в ноябре, там будут совершенно другие темы. Практически не будет же и течения. Составил специально даже прогналы еще некоторые, которые вместе с другом, которые даже презентации делают. Даже презентации. Вот. А сейчас... Да, и там будут книги. Там будут книги. Там будут книги. Это все те же. Все те же? Не только те же. У нас появилась книга «Математический юмор. Ахминь». У нас есть книги. Ну так, преимущественно с доказательствами, здесь исключения могут быть нет, особо не веряли отвертлений. Что, собственно, поняли наши Великие Предшественники? И какие они нам оставили? Радкие и наоборот задания. Ферма или Гаус? Вот. Ну, начнем с того, что у Ферма есть три теоремы. Не одна, а целых три. Ну, одну из них знаете вы все, она называется Великая или Последняя, да? Великая, сколько? Последняя. Теорема Ферма гласит, что никогда не бывает икс-веной плюс ик-веной равно з-веной. Еще никогда не бывает, то есть не равно. Никаких дополнительных условиях? Элой и отвертлений. Так, значит, начали немного больше. Экс-веной? Да, икс-веной. Да, икс-веной, икс-веной. Ну, например, з-веной плюс. Целые положители, отлично, ну да, при простоты есть много раз популировано. Понятно, что если ноги пустят, то это возможно будет. Ну вот, значит, целых положительных числа икс-веной, икс-веной, икс-веной. Ну вот, и вот это теория гримаски и монеты. Здесь произошло то, что мы, а до сих пор можно только гадать, знал ли Ферма и ее доказательства. Потому что он оставил запись, что он его знал, но он маляр книги, слишком лоски. И впоследствии, через 358 лет, она была доказывана сверхсложным методом, через теорию эллиптических ребят, через достижение всего двадцатого века, по высочайшей математике, и доказательства этой я не минимально. То есть я могу прочитать там некоторые граничные страницы, я немножко ознакомился с эллиптическими временами и тех, что там происходит, но иногда что слово «немножко» здесь ключевое. Для того, чтобы дальше читать, мне нужно сильно познакомиться с эллиптическими временами, и много чего еще. То есть у меня, на самом деле, есть какая-то цель, жизненная цель – разобрать эти доказательства или теорию Ферма. Но до этой жизни вся вещь может быть. Но у Ферма еще два результата было, которые один из них он сам лично доказал. Насколько лет? Малая? Нужно что-то четыре. Надо подумать. Может быть, три, а может быть четыре. Сейчас подойдет. В общем, вот это будет теорема. Она чрезвычайно изящна. Что она утверждает? А в степени P-1, давно не меньше по модульам. Так, при дополнительном условии P простое, а А? Меньше. Ну, так достаточно считать, что А при единице до P-1, но все-таки не 0. То есть не делится на P. Ну, а дальше можно написать, что любой не делится на P, но это бы сразу следовало из этого списка. То есть, любой, а не на любой остаток предвинения на простое число P, будучи возведен в степени P-1, оказывается равным единице. По модульам чистое. Из этой теоремы очень много интересного следует. И сегодня я хотел рассказать как раз про многочисленные следствия из нее. Ну, ее самому тоже докажут, как у моды картины. Она входит. Ну да, на любви статусе. Я думаю, что у вас тоже входит. Но точно не знаю, на всякий случай расскажу. Несколько доказательства после жизни памяти, там. В общем, какие-то доказательства вы знаете, а какие-то вы не знаете. И кто-то знает от мира картины, а кто-то будет. Да? Вообще у него огромный, конечно. Понимаете? Разные. Дальше. Третье. Теоремы как важно. А? Третье. Третье. А? Нет, это из бак-анализа. Это не будем касаться. Это очень важно. Это из бак-анализа. А из элитминских есть еще 30 теоремы верма. Да? Кто сказал? Разнественская теорема верма. Она... Она... Я раньше не знал, что она тогда ее называется. И всегда, в коллекциях, в интернете, особенно, вы их найдете много, я знал ее теоремой Гейнгер-Наокс-Берно. Вот. Значит, она… Фирма ее высказал, но окончательное решение вроде бы дал только а правосуде еще и в душу всяких тоже из него. В детстве вообще не много чего использовали в таких. Она утверждает, что если B, простое, дающий остаток единиц определения на 4, то есть если B как 0 принадлежит тому же классу по моделью 4, что есть чисто 5, 13, 17, 29, вот, то существуют такие целые x и y, что x квадрат плюс y квадрат равно B. То есть простое вида 4k плюс 1 можно разложить в сумму квадрата. Всегда. Но вот, возьмем на одно какое-нибудь число. 101, простое вида 4k плюс 1. Ну тут все очевидно, 10 квадрат плюс 1, да? А 12,7 тоже простое вида 4k плюс 1. Как же он представляется, ну так конечно, было бы тяжеловато, да? Но когда я в 17-м году, в начале 17-го года подбирал соответствующие разложения, я наобум взял самый лежащий квадрат снизу, и разность оказалась с квадратом тоже. Ну, то есть повезло. 44 в квадрат плюс день в торт. Ну, это просто повезло, вам его не повезли. Это как бы так просто вышло. Но парток, что всегда существует. Вот это замечательная по своей красоте теорема, которая тоже масса разных доказательств. И, в общем-то, я... Ну, как бы сейчас план минимум это будет пройтись по ним. Ну, и плюс еще некоторое количество результатов вокруг этого сформулировать и часть доказательств. Итак. Ну, давайте начнем с вот этого утверждения, да? С малой теоремы верма. Мы имеем список остатков по модулю P. E на U. Вот такой вот список. Значит, у нас такая есть... Такая орифметика. Вообще, есть такая орифметика по модулю P. Все числа разбиваются на P класс, так? Вот это называется Z разделить на P, Z. Z по модулю P, Z. В общем-то, называется фактор мод сюда. Фактор группа Z по P, Z. В общем, мы берем целые числа и... Возьмемые мы имеем друг другу, когда они отличаются на P-кратные целые... То есть, когда их разница делится на P. А изменится к остаткам. В ней можно складывать, вычитать, умножать... Ну, вообще, при любом, даже не простом P. Вот в такой системе чисел 0, и так далее, и R. И самим, если будет по модулю R. Z по N, Z. В такой системе чисел всегда можно складывать, вычитать, умножать... Просто приводя результат по модулю соответствующего числа. То есть, если вы при выполнении операции плюс-минус или умножить... За пределом этого интервала от 0 до минус 1 вылетаете, Вы берете остаток того, что получается по модулю R. И это орифметика позволяет всем образованным свойствам сложения, вычитания и умножения. И так, иными словами, это образует кольцо. Кольцо. Но... Наше отделение есть проблемы. Вот, например, давайте нарисуем даблицу умножения по модулю восьми. 0 вытяните, потому что вам не интересен. 0 при умножении или больше, что будет равно будет. Но давайте посмотрим, да? Что будет по модулю восьми. Какие могут получаться результаты? Первая строка остается такой же, да? Кто пролистует вторую строку? 2, 4, 6, 1. Вот здесь что? 0. 0. 2, 4, 6. Ну да. Прибавление только в каждый раз. 2, 4, 6. 0. 2, 4, 6. Здесь 3. 6. 1. 1. 4. 7. 2, 5. Здесь вообще 4. 0. 4. 0. 4. 0. 4. Дальше. Дальше довольно легко понять, что будут перевернуть еще предыдущий срок. Будут загрязываться 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2. И тут все, например, в нормальном порядке. Понятно, что делить не всегда получится, потому что, например, 1 разделить на 2, в этом случае ничего не означает. Нельзя подобрать число, которое к промножению на 2 дает на 1, где это не на статус не даст. Ну, просто потому что четко, да? Что тут? Понятно? Промножение на 2 будет число четкое. А мы в этом найти число, которое дает 1, где это 1, где это доросит. А мы за это вам дадим и течером. Ну, так, не получится. Еще один, да? Еще один видит. Вот. Поэтому с делением возникают проблемы. Иногда, правда, оно возможно. Вот, например, вот здесь оно возможно. Вот. Иногда возможно, иногда нет. Давайте я сформулирую, вот для произвольной таблицы по модулю n, произвольной n, я сформулирую следующее утверждение, которое фактически сверит наши часы. То есть я предполагаю, что студенты, ну, либо его хорошо знают, ну, и вообще с учителей, да, все здесь находятся студенты, преподаватели и гости, либо его хорошо знают, либо смогут сами доказать на основании свойств арифметики. Значит, арифметики остатки. А именно, пусть n, где-то какое-то натуральное число, там, больше единицы, да, а принадлежит 1, 2, так далее, n-1, то есть какой-то нетривиальный, нетривиальный остаток по модуле n. И, тогда следующее 4 утверждения про пару, а n, эквивалентные, то есть утверждают одно и то же. первое утверждение, в строке номер а, вот такой таблицей умножения осталось, в строке номер а, нет числа есть, какое число? Один. Один, молодцы, да. Третье, в строке номер а все числа, все остатки разные. Разные. Да, разные. А четвертое, я сейчас хочу одним словом обозвать эти три границы другого свойства. Поле? Нет, n не обязательно простое, но вот отношение между a и n как оно, чтобы эти три свойства выполнять. Где-нибудь простые? Да. Наибольший общий делитель. А и n равен 1. То есть, на самом деле, вот эти три утверждения рекомендуют друг другу и просто утверждение, что а это взаимно простой сэн остаток. И если взять все остатки взаимно простые сэны, то у нас получается группа по умножению. Ну что значит группа? Так, ну не все, поэтому я скажу. В группе должна быть какая-то операция, ну в данном случае это будет умножение, и эта операция должна быть ассоциативной, то есть ab на c равно a на bc. Она должна обладать нейтральным элементом, то есть какой-то элемент этой множественной должен при спаивании с любым другим словом этой операции давать тот, который не может вставлять. e g равно g e равно g для любого g. И последнее, это что для любого элемента должен быть нейтрализатор, то есть g умножить на какой-то h, всегда можно найти такой h, что g на h равеннее. И h на g тоже будет равеннее, то есть g вместе с некоторым g минус 1, который до этого не требует. Но оказывается, что по модулю любого числа, если мы рассмотрим только взаимно простые остатки, только, то будет группа умножить. В данном случае это все нечёртые. Один, три, пять, семь. То есть если я сейчас сотру такие неправильные строки, да, где есть нули, строки неожиданно простые, вот и стал целевым. Сотру и мне останется, значит, только нечёртые числа, то у меня получится такая таблица умножения. Смотрите. Один, три, пять и семь друг на друга умножаются и получаются только числа это один, три, пять и семь. Мы за пределы не вырезаем. Это соответствует утверждению, что два взаимно... два остатка взаимно простых с числом n при умножении дают тоже остаток взаимно простых с числом n. Вот. И, соответственно, возникает такая группа. Причём, смотрите, какой интересный эту группу свой склад. Смотрите, в диагонали. Любое число в квадрате равно единице. a квадрат равно единице для любого а из вот этого списка. Уравнение a квадрат равно единице имеет в данном случае четыре решения. То есть, если я пытаюсь вот в этой системе остатка по модуле восьми обычную науку строить, например, рассматриваю ногочлены, у меня получается какая-то велиберда. Ногочлен с квадрата минус один имеет четыре корня и совершенно по-разному раскладывается произведение двух единиц. Нарушается шаблон как-то. Происходит вот как бы разрыв шаблона. Но привыкнуть, что ни того, ни другого не бывает, что многочлен, во-первых, единственным способом раскладывается, кстати, ревно-ритметики, да, многочлен должен единственным способом раскладываться произведение каких-то неприводимых многочленов. Во-вторых, у него не может быть больше корней, чем его степень. Здесь это все нарушено. Плюс, если я вам могу боюсь, плюс один, например, на 4x минус 3, то у меня получится многочлен линейный тоже, потому что 2x умножить на 4x будет равно нулю, 2x4 равно нулю. То есть по модулю 8 и степень произведения тоже не равна 45 и 4x минус 2x минус 3, да. То есть многочлены, в таких системах чисел многочлены много себя ведут. Степень произведения не всегда равна 100 без кредитей, они не всегда раскладываются однозначно на множители, у них можно вторник больше, чем степень. Очень много неприятных свойств, которые мешают, препятствуют нормальному изучению и самих многочленов, и, собственно, самих остатков. Поэтому остатки обычно рассматривают по модулю простых чисел. В случае простых, то есть это аномальные примеры я стираю и возвращаюсь в систему простых. Вот простые остатки, они таковы, что вот эти 4 свойства выполнены всегда. Для любого а, 1x1, потому что любой остаток меньше b, автоматом взаимно прост с b. И, соответственно, единить тоже всегда можно, потому что у каждой строки есть единица, значит, в каждом случае можно найти другой остаток, который при размножении для него дает 1. То есть у нас есть множество одинаковых остатков образует другу, а вообще вот это множество образует поле, потому что в нем можно складывать, почитать, умножать и делить, если не пробовать делить на ногу. Во всех случаях прям деление на ногу. Это называется с 피�но-поле. Когда можно всей 4 этнической операции умножать в сохранении магических требований. То есть это называется поле. Вот именно в этом поле и работали, в общем-то, начиная с сферам. То есть это как бы осознание того, что это поле, а потом, ну, как бы слово «поле» Кира, наверное, «голова» произнес, но до него уже довольно долго работали с поляками и не называемыми. Для многочленов, коэффициентами которых служат вот такие вот остатки по модулю Кростова, то есть для такой системы, верно все, что верно для обычных многочленов. Произведение двух многочленов степеней N и N имеет степень N и N. Однозначно разложение на множите, это надо доказывать, это довольно сложно, но это вполне можно провести следующие рассуждения. И корней может быть не больше, чем степень. Корней многочлена может быть не больше, чем его степень. Вот, это надо тоже, как бы, ну, может быть, это подтверждение я чуть позже докажу, то, что многочленов не пригодятся дальше. Пока я хочу воспользоваться тем, что это группа. Давайте нарисуем остатки, как некоторую, вот такую, как бы, вот один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, иных остатков в модуле одиннадцать. А теперь я делаю следующее. Я делаю следующее. Я беру какой-нибудь остаток. Беру какой-нибудь остаток. И начинаю возводить его в квадрат, в куб и так далее. Ну, например, двойку. Два, два в квадрате четыре, два в кубе восемь. Два в четвертой будет сколько? Шестнадцать, я по-моему, одиннадцать это пять, да. Так, пять его, значит, два в пятой это, получается, два в четвертой назад, то есть пять или два это десять. Так. Дальше будет двадцать, что это, по-моему, для одиннадцати? Девять. Девять. Дальше восемнадцать. Семь. Четырнадцать. Три, да. Три раза два шесть. Шесть и два. Ура. Значит, мы получили такую классную систему, что один, главный любой, потом два в первой, два в квадрат, два в кубе и так далее. Два в десятой. И вот эти вот, два в десятой уже равно единице, а если мы ограничивались двумя в девятой, то единицы. Ура, получилось, что промежав всю систему остаток, вот эти степени заполонили все, что есть вообще целиком. Взяли и есть половину. Все. А всегда ли будет так? На самом деле, не всегда. Давайте посмотрим, например, ну, в смысле как, если я одну удару, ну, гад взял какой-то остаток. Иначе от него в лице. Давайте по модулю семнадцатой посмотрим. По модулю семнадцатой здесь шестнадцать разных индивидуальных остатков. Да? Давайте посмотрим опять двоечку. Два. Дальше. Четыре. Восемь. Шестнадцать. Написание минус один. По модулю семнадцати. Конечно. Минус один наносим двое. Дальше 15. Дальше 15. Дальше минус четыре, то есть 13. Дальше будет девять, двадцать шесть, по-моему, семнадцати. И что дальше будет? Один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Получился список. Один. Это два нулевой. Два первой, два квадрата, два пол. Два четвертый, два пятый, два шестой, два седьмой. А два восьмой снова равно единице. Где-то в связи с диамонами исчерпывают все остатки. Да. Следующий вопрос. А существует ли какой-нибудь остаток, который своими степенями исчерпает все остатки? Ну, например, при числе семянских, что бы нам было можно сделать? Место другого, что взять? О, видишь? Ты идешь удалять... Том, да, Никотиновый? Можешь привести к вас. Помнишь, бадья? Том, да. В моем рюкзаке огромная бадья. Том, да. Том, да. Том, да. Ну, в общем, можете проверить просто непосредственно, что тройка, возводимая в не любой первый, второй, тридцать, четвертый, пятый, шестой и так далее. Исчерпывая циникон всю систему остатков. Каждый второй раз, возвращаясь на тройку вот этой вот двойки, каждый четвертый раз. А еще раз покрывая все остальные остатки, которые тут есть. Это такая арифметика на компьютере. Можно, например, на компьютере нарисовать три тысячи шестнадцать не нулевых остатков, по-моему, и две тысячи шестнадцать. И посмотреть, если какой-нибудь остатка, которая пробегает две тысячи шестнадцать раз, две тысяч шестнадцать раз от нулевой степени до две тысячи пятнадцатой, все вообще эти остатки заполняют. Оказывается, что по модулю две тысячи шестнадцать здесь родится. То есть, если я напишу вот такие числа в нашей обычной экспричной системе, записывающиеся в виде единицы с огромным количеством нулей, в простой степени, да, десятки такие, миллионы, миллионы, десятки и так далее, то так, до числа один с пятнадцатью, с две тысячи пятнадцатой миллиардами, то этот список полностью исчерпает все остатки, по-моему, для 2017 неравненными. От нулевой степени 2015 будет как раз 2016 остатков. Но это, конечно, надо проверять. Отдельный вопрос, как именно это проверять. Чуть позже я об этом расскажу, как это проверять. А пока теорема, которую, наверное, сегодня мы не догадываем. Теорема. Для любого простого B существует остаток A по модулю B, такой, что A нулевой, A первый и так далее, A, B минус первый, B минус второй, точнее. Исчерпывают весь список. Один, два, так далее, B минус один. То есть как множество, эти два множества совпадают. У нас получается такая очень интересная параметализация неравненовых остатков через запись как степени некоторого числа. Вы меняете понятие дискретного логанизма такого. То есть если я хочу обратиться к числу, я могу теперь не называть его прямо, а сказать, что это число – это архаика степень вот этого нашего остатка A. Спасибо огромное. И это бывает очень-очень удобно в разных задачах. Теорема о существовании первообразного корня по модулю любого простого числа называется. У нее есть несколько разных показательств. Каждая из них содержит довольно серьезную сложность. То есть она как внешне реальная. Аминь. Вот. Пока просто я его тонатирую. То есть эта теорема звучала уже в работе, я вам поменял уже. Автор. А мы вернемся к малой теореме Ферма. Ну, хорошо. Допустим, нам не посчастливилось поймать остаток, который исчерпывают все. Один, А, А квадрат, так далее, А в катый, А в катый – первый, и впервые после этого А в катый равно один. И еще при этом есть какие-то другие остатки, которые еще не исчерпались. Предположим. И возьмем один из них. Один из тех, которые еще не исчерпались. В. Умножим его на А. Умножим его на А квадрат. Умножим на А в катый – первый. И умножим еще раз на А. Понятно, что на последнем шаге… Понятно, да, что на последнем шаге мы вернемся в обратном шаге. Что А в катый равно единице, значит дальше. А может ли он раньше вернуться куда-нибудь из предыдущего ряда? Может ли быть так, что вообще и здесь тоже мы… Вот мы дошли до А в катый, потом на этой единице. Может ли быть так, что на самом деле мы начали идти, а в какой-то момент, например, А в катый стало равно… А квадрат. Не в единице пришло, а в первый раз поколение было долго. Я думаю, возможно ли нет? Нет. Почему? Потому что можно сокращать у нас, если А в катый равно А квадрат, то для А квадрат существует нейтрализующий элемент. А в катый – это первоначание для него, то это единице было. Умножим. Получим вот этот вот А в катый равно А квадрат равно единице. И он же равен А в катый, но А квадрат он нейтрализует, останется А в катый. Да? То есть получается, что если бы было так, то А в кубе уже бы зациклилась к единице. Поэтому первое повторение обязательно его сразу в единице. И потом уже попробую делиться. Я попробую больше достатку производиться. Поэтому вот здесь все разные. Но по основанию тех же самых соображений вот эти все разные тоже раньше не зациклиться. А в катый был равен А в кубе, просто потому что мы можем нейтрализовать В. Если бы В в катый было равно В а в кубе, то мы сокращаем на В, умножаем на обратную кинулу, получили пускай в катый равно А в кубе. И самое лучшее так невозможно. И ни один из этих не может быть равен ни одному из этих. Если бы В в катый было равно А в кубе, тогда сам В был равен А в степени минус К. А кстати, как написать нейтрализующие вот в этой схеме? Вот у нас есть некоторое количество А. К чему вообще есть такая картинка? Потому что когда-то, когда мы будем перечислять степени А, у нас же всего конечное количество статусов, да? Всего конечное. Значит когда-то совпадение каких-то другов должно произойти. Согласны, да? То есть вот мы пишем остатки там 1, 10, 100 тысяча. Уж точно, что после числа 10-2015 мы точно попадем, ну, какие-то два, вот, по принципу деревья, да, по принципу деревья. К роликов больше, чем в годах, чем в летах. Какие-то два должны быть совпадить. Но если два совпадить, то мы уже знаем, что после сокращения это означает, что А в какой-то степени равен имениться. Тогда какой-то гидрализует А? А в предыдущей степени. То есть обратный А, это А в К минус 1. И вот именно А в К минус 1, мне надо это убить. Вот. Ну и тогда, соответственно, если В умножить на А в какой-то Э или равно А в какой-то Э, то В само равно А в степени Р умножить на А в К минус, ну, К минус 1 это я говорю. Ну, я как-то говоря. То есть А в какой-то там степени есть. Но все степени А в текущей степени по кругу здесь. Здесь их уже нет. Понятная картинка или прикинуть пример с числом конкретно? Ну, давайте с 7. Вот по модулю 7. 1, 2, 4, 8. А 8 это? Это 1, да? Какой-то элемент не попал сюда. Например, тройка. Реумножение на 2 стало шестеркой. А я не могу вас в 8 за миг из этих. Потому что иначе мы получили, что тройка, есть теперь это двойка по модулю 7. Что-то. Дальше умножили, получили 12. Это что? Нет. Это по модулю 7. Это 5. А 5 и 2? 3. Вот. Вот, получилось, что по модулю 7 все 6 чисел развиваются в 2. 2. Цикла одинаковой длины по 3. Вот. Ну, собственно, на самом деле ситуация какая, что если мы возьмем все и нулевые остатки по модулю B и B это простое число. Вот мы взяли все и нулевые остатки. И теперь если мы домножили на какой-то остаток A, то вот это тоже все различные остатки. Потому что если бы AX было равно AY, умножая на A в минус первой, которая существует, мы получили бы X равно Y. То есть это деление, всегда можно делить, это поле, в нем всегда можно делить. Поэтому это вот в виде столов корисходного набора, кстати уже из этого сейчас можно вывести малотеренов верма, но нам полезно оба вывода. Значит, никогда не могут совпасть две равные какие-то два выражения, два произведения остатка, где A и туда, как и на тот же A. Потому что просто мы умеем сокращать они. Потому что тот, который не идолит A. В каждой стратегии есть единицы, помните, вот умножаем на следующий номер, сокращаем, получаем X равно Y. То есть если бы X не равно Y. А, ну и A, это же сразу следует из того, что вот эти три утверждения и приятные друг другу, в стратегии все числа разные. X и Y это номера столовцов, и значит соответствующие стратегии не считают разные числа. Это же такого и может быть. Такое можно только X и X сравнение. Ну а если так, то ясно, что оно разбивается на цифры, да? Потому что как еще можно сделать вот это вот? Как можно произвести, если мы каждому числу сопоставляем, каждому числу X сопоставляем по X и рассмотрим теперь всевозможные. То для того, чтобы можно было составить непротиворечивую картинку, они просто должны разбиваться на цифры. Но вот здесь утверждается, что эти цифры будут одинаковы делены. То есть не может быть входа в одну игру с помощью разума, потому что если X не равно X, то X тоже не должно быть давным, да? Вот, получается такая как бы картинка из некоторого количества не пересекающихся друг в другом цикл. Вот это мы точно как бы, вот это уже хорошо понимал и пустово фирма. Так, давайте я кроме теоретки все сотру. Так, вот это вот тоже сопо, который я активирую, что всегда, слушай, будет переполтаться. Сотру все отсюда. И отсюда, и вообще отсюда, кроме правой части, где теоретки сформулированы. Это тоже разбираю, значит, а можно сокращать, если решится обоставим по модуле простых чисел. Да? Можно сокращать. Так. Ну, тем самым, устройство нашей системы такое. Один А на квадрат. Как далее, А в какой-то К плюс первой степени. Потом это будет равно А в К. А в К плюс первый снова будет равно А. А в К плюс второй будет равно А квадрат. И так далее. Побежим по кругу до А в степени 2К. Что будет такое А в степени 2К? А. Опять заединиться, да? И так далее. То есть по модулю, как бы, по модулю К будет, кручение по модулю К постоянно будет. Доверчиваться до К, хатая степень равна единице. То есть потом снова капнуть первой, капнуть вторая и рендария по одну же кругу. И разошлись сюда. И остальные циклы, которые остаются, если это не все вообще числа, они будут иметь точно такую же длину и такую же... Если эти два цикла не исчерпают всего. Значит, есть еще какие-то элементы, которые можно запустить с помощью А. С, К минус первый. Ну и что здесь самое важное? Что когда все остатки исчерпаются, у нас будет конечное количество групп одинаковой длины. Каждый цикл имеет другую и другую длину. Длина, она, порядка, перебьет А. Только у степени я должна удовлетворить, как у степени. Но тогда сколько всего будет в переменах? Всего элементов у нас так. С одной стороны появится один, а с другой стороны целое количество групп, каждый из которых перебьет в К. Согласны? В К минус один оказалось равно В. А когда К урочная, то тогда А, В минус первый, равно А в степени Р к А. То есть А в степени Р к А в степени Р. То есть единица в степени Р. То есть единица. То есть групп, групп, некоторое целое количество, да? Оно целое, да? Каждая группа одинаковой длины. Значит, когда я возьмем А в степени Р минус одинак, то все равно, что я возьмем К, получил единицу, а потом еще в степени Р. Ну, просто потому что количество элементов делится на К, а в этом цикле каждый кран Р к А мы возвращаемся к единице. Вот здесь было семь элементов по модулю семи. Из них было шесть нулевых, двойка в кубе равна единице по модулю семи. Ну, тогда и шестой куб равна единице. Ну, а шесть это 32, у нас две группы по три. Как это? Два цикла по три группы. Так, ну вот мы доказали, что любой остаток в степени Р минус один равна единице, если оно не единице. Есть еще такое доказательство, тоже довольно красивое. Смотрите, какое. Перемножим их все подряд. Как называется это произведение? Бактериал. Бактериал. Р минус один. Бактериал. Произведение двух остатков и нулевых всегда будет не нулевых остатков. Будет сохраняться заявленная остатка, да, с числом ПА. То есть вот это не единице на П, не единице, он не нулевое. Это число определять это не нулевое остатки. Значит, у него есть обратно. Так, запомним это утверждение. Теперь мы перемножим вот этот ряд А на два, но когда ли на А на П-1. Утверждается, что это произведение, с этим произведением совпадает. Почему? И чем он западает? Ну давайте я выключил. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И умножим все на три по модулю семи. Три, шесть, два, пять, один, четыре. Я переброну в семицы, я переброну в семицы. Почему они совпадают? А если ты прям и у студентов будут с этим? Ну я пока не знаю, но должны будут доказать. Просто вот этот ряд чем отличается от вот этого? Вот эти два. Перестановкой. Но если я перестану числа, то произведение это одно и то же будет. Да. А это всегда будет верно, потому что у нас не нулевой остаток, а у него в строке, а на строке. Все числа разные. Значит, на самом деле вот в этой строке вот здесь выписаны все те же числа, но просто в другом порядке. Видишь? Тогда, конечно, будет произведение то же самое. Это с одной стороны. А с другой стороны я смогу вычлинить А из каждой скобки. Тогда у меня будет в каком количестве А? В каком количестве А? В минус один. В каком количестве А? В каком количестве А? В минус один патериалке нулевой остаток. Значит, на него можно сократить и получается А в каком количестве 1 равно 1. Что это я мог показать в очередной, очередной патериалке? Это уже два показательства патериалка. Ну давайте третья. В минус один, знаете? Чему раз в группе В? Скидки В? Скидки В? А в П? А в П? А в П? Кто дальше? А в П? 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 Как дальше? А как если вы физически его записываете? В на п-1, делить на 2 патериал, то есть на 2, да? Это а в п-2, а в квадрат. Следующий как выглядит? В на п-1, на п-2, делить на 3 патериал, правда? А в степени п-3, п-2, плюс так далее. Значит, что такое так далее? С из п-1, а в степени п-1, а в степени r, правда? Это типичный. Чему равен с из п-1, вот чему он равен? Он равен p, умножить на p, минус 1, и так далее на p, минус r, плюс 1. Делить на r патериал. Ну, вы знаете, да, это форма? Делить на патериал. Берлиянин Александровича Мурай, знаете? Здесь, смотрите. Вот это число является целым, правда? Ну, берлиянин Александровича Мурай, знаете? Целым? 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 Значит, p умножить на вот это все. Можно даже так написать, смотрите. Это p на p-1 патериал, делить на r патериал, на p-r патериал. Такую запись тоже, знаете, да? p-1 патериал, на p-1 патериал. Получается, p на p-1 патериал делится на произведение r патериал, на p-1 патериал. Но дело в том, что p вот с этим вот выражением z не просто. Почему? Почему? Почему она за патериал? Почему здесь нет каких-то общих делить здесь p? Почему? Потому что p прослоя, и… И все числа, которые меньше p, они будут с ним взаимопростыми, а у нас r патериал. И r патериал минус r меньше p. То есть эти все числа меньше p. Ну тогда, когда каждый из чисел меньше p взаимопростые, естественно, да? p – простое число. Что-то очень важно. Если p простое число, значит они все с ним взаимопростые, значит произведение тоже взаимопростые. Но в этом случае, раз нацело делится такое повреждение, а p при время кросса с ними, то p-1 патериал уже делится нацело на r патериал, до множества на p-1 патериал. Вот уже p, уже p-1 патериал, не r патериал, а саму только 7. То есть вот это число будет тоже целым. Если это число целое, то c из p по r делится на p. Для любого r строго между нулем и p. Для любого r, для которого это подтверждение можно установить, а это любой r между единицей p-1. То есть вот в этом выражении все вообще слагаемые делятся на p. Все до единого, все лиминальные кексенты все делятся на p. Поэтому по модулю p получается потрясающая формула. Как было бы круто, если бы она была вообще верна. Смотрите, по модулю b, а плюс b в степени b, равно а в степени b, плюс b в степени b. Остаются только крайние, больше никого нет. Какая была бы альтметика замечательная, если бы у нас со степенью можно было бы так работать. На самом деле ничего интересного бы не было. Математики бы не было, как интересный ноут в этом случае. Была бы очередная. И так, это только по модулю p. То есть если не считать, делим с кп, здесь сразу будет помолять. Ну а теперь поехали. 1 плюс 1 в степени b. То бишь 2 в степени b. Равно 1 в степени b плюс 1 в степени b. То есть равно 1 плюс 1. То есть равно 2. Сокращаем на 2. Получаем 2 в каждом из первой, равно 9. 3 в степени b. Равно 2 плюс 1 в степени b. Равно 2 в степени b плюс 1 в степени b. По инструкции 2 в b это равно 2. Значит, это равно два плюс одни и равно три. И так далее. Сразу доказательство любой остаток R в степени P. В индукции R в степени P равно R. И если сократить, получим R в степени P равно R. Так. А хотите четвертое доказательство балла диареты? Оно детское, с колесиками. Доказательство с колесиками. Берем. Сейчас все затрогнее. Я рисую доказательство с колесиками. Рассмотрим карусель. Вот такую карусель. И существует A цветов. Мы хотим раскрасить эту карусель. А каждый из вот этих данных. Она длина карусели P. Длина P и A цветов. Где A, соответственно, между областями. Единицы P плюс один. Но, по-сам-дель, там, данных, что же даже будет не очень важно, можно будет A вот так делиться на P. Надо доказательство с колесиками. Значит, итак. У меня есть такая, допустим, 17-тизвенная карусель. И нам нужно ее покрасить в пять цветов каждый. Сколько способов это сделать? Если я зафиксирую вот каждое конкретное сиденье, зафиксирую. Вот я зафиксировал. Вот здесь у меня выбор. Выбор из один, два и так далее. А. Разные, значит, можно разными цветами. Сколько у меня A, W? А одну, соседней сколько? Ну, два. А квадрат, да? А если я теперь по всей краю? А. Значит, A в стиле P. Карусель. И внимание. Я ее взял и повернул. На какое-то количество градусов. Получилась какая-то другая закраска. То есть взял какую-то, вот один из вариантов. Вот эти. У меня есть A, W, и разных карусель. Я взял одну из таких карусель и повернул на какой-нибудь угол. Вот. Взял и повернул на тот резерв. Получилась новая карусель? Вопрос. В каком случае та карусель, которая была идентична по раскраске той, которая получилась? Все цвета изнаковая. Да. Только тогда. Когда все цвета одинаковые. А почему? Ну, потому что P простое. Посмотрите, если P не было простым, а вот я это рисовал по селезначной карусель. Красный, белый, красный, белый. Красный, белый, красный, белый. Да? Получилось так же. Все гораздо сложнее будет. Но это из-за того, что у нас 8 непростое число. Мы могли повторять через какое-то количество какие-то узоры. Но так P простое мы не можем разбить на группы одинаково, чтобы повторять узоры. Поэтому любой поворот такой карусели будет давать новую карусель. Никогда не будет старой карусель. А единственная ситуация, когда это будет действительно старая карусель, это когда все абсолютно одинаковые. Так, а сколько каруселей, на которых все абсолютно одинаковые? A. Правильно. A. Один, выделенный каруселей, одноцветный. Итак, всего A в этой, а этот A. И любая другая при повороте переведет какую-то новую. Теперь возьмем какую-то карусель и начнем ее вращать. У меня есть P разных поворотов. И каждый раз P новых карусель. Правильно? Согласны? То есть карусели, отвечающиеся поворотом, мы будем теперь считать одинаковыми. Тогда все карусели, кроме тех, которые одноцветные, распадаются на орбиты, в каждой из которых у V разных каруселей. То есть берется карусель. И одноцветная. Мы ее поворачиваем, 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 все время получается новая карусель. Всегда. Значит, и так. Вот эти карусели разбиваются на группы в каждой. Вам не кажется, что это будет доказательство? Правда доказательство? Вот это будет совсем детский сад. Вот детский сад был. То есть, если карусель не тривиально подражена, не по лицветной, то она входит в P. Союзник с ней карусели, который получается по спору. И так как все разбивается на группу по P, то все остальное кратко P. А значит, AP именно с A делится на P. Мало тебе, прямо доказано четвертый раз. Так, ну, наверное, хватит это доказывать, пора из нее что-то извлекать, да? Давайте. Так. Посмотрим. Многочерк. Многочерк. Вот такой. ХВ минус 1. Минус 1. По модулю B. Я утверждаю, что это тот же самый, как я сейчас напишу. Многочерк. Потому что из левой и справа стоят мегачлены составных степень равной 1, в смысле составных коэффициентов равными единицами, имеющих корнями ровно все ненолевые остатки боно-долевых. Дальше основная теория на архметике среди многочленов, которые в случае поля, я не стал вам доказывать, но анонсирую, что многочлены ведут себя психологически, если у них коэффициенты рассматриваются по модулю просторожности, и нету задачки, если кому-то это был мяч. Значит, слева и справа дают два подверстия. В одной степени солидатность даже не в центре, имеющих корни где-то корни. Причем в точности правой распадается еще целиком в этом выключении. Значит, это один и тот же номер 6. Так. Ну, в принципе, я могу сейчас доказать теорему визу, который вы проходите для обычного крыша, и это из нее выследовало славу. Но, в общем, вы можете поверить, что доказательство теорему визу проходит один в один. Точно так же, как обычно, для тех, которые помогут ли так. В ходе иногда говорят, что неужели, но вот если я напишу x6-1 и напишу x-1 на x-2 на x-3 на x-4 на x-5 на x-6, что означает, что они могут одинаково. Это значит, что все крыши в первом магазине, в правом магазине будут делиться на 7. Все крыши в руках не будут. То есть одинаковость по модулю в 7 утверждается не так. Тождественных чисел, что они все налевые будут. Нет, они не тут налевые. Но все крыши в центре будут делиться на 7. И это можно легко проверить долго. А с помощью всех программ типа математика мои школьники проверяли для простых видов. 13, 17, да? Вот разложил, включил в эту программу пакет математики, да? Получились какие-то жуткие коэффициенты, огромные, величины, много миллионов. Каждый день цифрировался. Это подобно магии, к сожалению, магии. Вот. Но на самом деле следует после предназначенных перегружения. И теперь мы можем сделать некоторое количество очень интересных выводов. Например, пусть В это 3, 5, 7, ну, простое и черное число. Тогда П-1 черное, правда? И поэтому П-1 пополам целое. И можно вот это записать как ХП-1 пополам плюс 1. Правда? ХП-1 пополам плюс 1. Правда? Х6-1 равно Х2-1, нужно Х2 плюс 1. Х12-1 равно Х6-1 на Х6 плюс 1. Обычный факт, да? Техникует. И смотрите. Сколько максимум корниров этого многочлена? П-1 пополам, а вертолам? Тоже. Нет. Тоже П-1 пополам. Степень. С другой стороны, у этого многочленного х2 минус 1 корень. Каждый корень этого должен быть корнем одного из этих. Потому что если я подставлю, как там, по количеству Р, то здесь будет множество Р минус Р, значит, здесь тоже не по Р степени П-1 пополам. Минус 1 равно Х6. И игра в степени П-1 пополам плюс 1. То есть я утверждаю, что для любого Р от единицы до П-1, и Р степени П-1 пополам равно плюс минус 1. Но это, опять же, это нужно проверить перед конкретным случаем. Один, два, три, вот все эти числа в шестую степени. Походите. Всегда будет либо единица, по-моему, 13, либо 12, по-моему, 13. Знаете, у нас единица. Совсем недавно я обсуждал тему со своим старшим сыном. Мы прямо ее... Мы прямо все поучисляли. И, естественно, в каждом случае вручную нашли и плюс 1 на 1 минус 1. Но я утверждаю, что можно на руку продолжить. Я могу охарактеризовать те Р, при котором будет единица, и при котором будет минус единица. Но вот, например, в данном случае я утверждаю, что 1, 4, 9, а 2, сейчас 1, 4, 9, 16, по-моему, 13, это 3, 25, по-моему, 13, это 12, да? И 36, по-моему, 13. Нет, аааа, сейчас. Ну да. 1, 4, 5, я в водах уже говорю. 1, 4, 9, 16, по-моему, 13, это 3. Секунда. Что-то не так, да? Давайте еще раз в квадрате. Вот в 1, 4, а, ну да, 9, это минус 4, правильно, да. А, 3, а, 12, и последний, это, кто у нас там? А, 36, правильно, это что? 10. А теперь смотрите, на самом деле, это плюс-минус 1, плюс-минус 3 и плюс-минус 4. Потому что 9 и 4, это плюс-минус 4. Ребятка, это минус 4. 12 и 1, это плюс-минус 1. 10 и 3, это плюс-минус 3. И я утверждаю, что именно вот эти числа в шестой степени дадут единицу. А остальные дадут минус единицу. Чему же я вам это покажу? Давайте сначала проверим. Например, 3 в шестой, это что такое? Ну, вообще, 3 в кубе, это 27, да? 27, это уже есть единица, мало ли, 13. Значит, 3 в минус 3 будет минус 27, будет минус единица. Но если в шестую, то еще, например, нужно будет идти в квадрат, и, соответственно, будет идти в квадрат. 4 тоже 64, а 4 в кубе 64, это минус 1. А 4 в шестой, соответственно, минус 1 в квадрате присутствует. То есть получается, что наше квадратное мнение состоит в том, что единицу будут давать вот такие. v минус 1 пополам в квадрат. А вот эти v минус 1 разные, числа 8, они здесь разные. Говори все разные. Вот эти остатки, то есть я сейчас, я приступаю к решению некоторой задачи. Задача стоит в том, задача стоит в том, что из каких остатков можно извлечь квадратный уровень? Вот про вещественные числа мы знаем, из каких числа извлекается квадратный уровень. Из каких? Из не от 30. Правильно? А по годам 13, из каких? Ну вот оказывается, что из чисел, вот из числа, соответственно, которые в шестой степени дают единицу. То есть из вот этих вот чисел слипевать квадратный уровень. А из остатей всего квадратный уровень не извлекается. По годам 13. Вот я утверждаю, что в общем случае будет все то же самое. А если я беру вот этот ряд чисел, то во-первых, в нем ровно, ровно, поэтому с один пополам разные, то есть все разные. Все разные. А дальше, если я возьму вот этот квадрат, следующее число, если я возьму вот этот квадрат. Следующее число будет плюс один пополам. А ну почему равно квадратный уровень? В предыдущем уровень. Система остатка, на самом деле, его можно вот так перечислить. Плюс минус, плюс один пополам. Система остатка, любого, тот полумодель любого, простого и четвертого числа может быть перечислено вот так, с помощью плюс минус. Например, по годам 13, можно написать 1, 2, так далее и 13, а можно написать плюс минус один, плюс минус два, плюс минус три, плюс минус четыре, плюс минус пять, плюс минус шесть. 12 равно минус один, ну то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 это минус шесть, 8 это минус пять, 9 это минус четыре, 10 это минус три, 11 минус два, 12 и 17. Если это только квадрат, то это, что минус возвращается, уходит, да? Минус дает плюс в квадрате. И получается просто список из квадрата числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Также очень в общем случае, что достаточно вот этого места. Но почему в нем все разные? Потому что раньше, допустим, у меня два квадрат совпало с каким-то еще. Вот это общее обозначение заявки. Тогда уравнение х квадрат минусе равно 0. Будет примерно 4 различных корня. Эти два и обратные. А уравнение второй цепени, многочисленного цепени, не может иметь больше, чем 0. Значит, они не могут совпадать. Никогда не могут совпадать. И совершенно разные числи. Хорошо. Теперь возьмем их. Их P-1 пополам. Возведем любое из них в степени х-1 пополам. Ну, например, 2 в квадрате. Позволим P-1 пополам здесь. Что у меня получается? Позволим. Два. Сделание P-1. То есть. Мало цепени х-1. То есть. Мало цепени х-1. То есть. Мало цепени х-1. То есть. Квадраты дадятся нам. Все. Они их P-1 пополам степени все дают единицы. Потому что квадрат в степени х-1 пополам, это исходная остатка P-1. А исходная P-1. То есть. Мало цепени х-1. То есть. Я уже примерил. П-1 пополам. Кормить вот это уравнение. И это ровно квадратное. Ну, понятно, что больше уравнение не может быть кормить. То есть. Все остальные. Вот и нет. То есть. Получается такой результат. По модулю P. Корень из R существует. Тогда и только тогда. Когда R в степени P-1 пополам. Равно единицы. Проверяем минус единицы. Проверяем минус единицы. Можно извлечь корень из минус 1-1? Нет. Это зависит от того, что она дает степень в минус 1-2. А это зависит от того, какой остаток при делении на 4 дает наша P. Расскажите за собой число от минус 1-2 в этом случае. P минус 1-2 здесь чего равно? Мака. То есть число черное. Если минус 1 вызвел в черное число мака, получилось? Единица. Значит, минус 1 позволяет извлечь из него корень, если простой, веноческий река плюс 1. То есть существует такое C, что C квадратный садим делится на P в этом случае. Вот где-то половина дороги вот сюда. Дорога мы не пройдем, она более сложная. Но это довольно большая часть дороги. Мы доказали уже, что если P это 4 капли с 1, то существует C, которое квадратный садим минус 1. Существует. C такое, что C квадратный садим делится на 1. А если P на 4 капли с 3, то такого вида будет P минус 1 в половину? 2 капли с 1. 2 капли с 1, то есть не черное. А минус, если не черное степенье, не черное степенье. Это минус 1 в половину. Значит, это минус 1 в половину. Значит, это минус 1 в половину. Мне не надо ничего считать. Из этой теории следует. Что если я беру любое простое число, которое вы мне подвозите. Например, тысяча, девять или шестьсот, семьдесят три, да? Или там? Сто три. Я в каждом случае могу сказать. Разрешил ли уравнение вида C квадратный садим делится на тысячи девяткам и так далее? Или не разрешил вам? Можно ли подобрать такое раздадо, которое в квадрате даст минус единиц? То есть при приправлении вида C будет действовать сходное число. Там где 4 капли с 1, там разрешим. Вот здесь разрешим, вот здесь разрешим, вот здесь разрешим. Здесь разрешим, потому что 103 это 4 капли с. Вы никогда не подбираете число, которое в квадрате даст 102. В квадрате присоединяем действовать на 103. А есть два разрешения. Хаос поднял общий вопрос. Он говорит, что если мы про обычные корни знаем все. Мы знаем, что про тебя все зовут. Последнее, что я вам расскажу, это про вопрос, который задал Горош. Вопрос такой. Хорошо. Мы умеем извлекать корень из минус единицы, а точнее мы знаем, когда он извлекается. Он извлекается тогда, когда число простое, по модуле которого все происходит, имеет 4 капли с 1. И не извлекается, если она имеет 4 капли с 1, и не извлекается, если она имеет 4 капли с 1. Хорошо. Тогда вопрос. А можем ли мы вообще придумать быстрый алгоритм, быстрый спрос? Понять, можно ли извлечь корень из данного остатка по данному моду. Я оставляю вот это выражение от этих концов, оно сейчас будет выжариться. Ну, например. Возьмем какое-нибудь большое, простое число. 137 просто или, да? Я к тому. Ой, 179, да. Школа какая-нибудь старая. Здравствуйте. Так, отлично. 179 простое число. Берем какое-нибудь число типа 41. По модуле 179 или нет. Вот из минус 1 мы уже знаем. Вы должны посмотреть, 179 или 4 капли с 3, или 4 капли с 1. А из никакого другого, а из тройки, Гаусс полностью, с селиком полностью решил эту задачу. Сейчас я напишу критерий. Критерий называется квадратичный закон взаимности. Это памятник Гаусс. Практически. За время связи с этим дал 8 доказательств этого закон. Еще сотня придумано после этого. Но я просто спокулирую, и объясню, как он есть. Как он быстро найти, можно или извлечь этот вопрос. Но, во-первых, первая часть квадратичного замкнута состоит как раз в том, что про минус единицы говорят. Минус единицы, корень из минус единицы существует. Это вот еще то, что нам нужен. Вот гермария, или все. Существует тогда и вот когда, когда, ну так, существует по модуле П, да? Тогда и вот когда, когда П имеет 2, 4 капли с 1. То есть это ставка 1, 3 и 4. Про двойку очень интересно. Полин из двойки существует. Тогда и вот когда, когда П имеет 3, 8 капли с минус 1. То есть возможно найти число квадратик, долющее 2, тогда и только тогда. Когда число простое, аритмия Петрова-Рослава, например, дает остаток каких-то единиц, а именно по модуле 8. Например, по модуле 7 2 является квадратом. Какое количество числа? Какое число в квадрате дает остаток 2 определять на 7? 3. Отлично. По модуле 5 можно не искать, не будет, потому что 8 капли с минус 1 не покрывает числом 5. Так, давайте посмотрим дальше. 9 непростое. По модуле 11 не можно не искать, не одно число в квадрате не даст 2. В остатке определить на 11, потому что 11 вида 8 капли с 3. 13 вида 8 капли с 5, то есть 15 непростое. По модуле 17 2 должна быть квадрата. По модуле 19 тоже 2 должна быть квадрата, но нет, не должно быть, это вида 8 капли с 3. Так, 19, 21. 23 это простое вида 8 капли с 1. Ну, это совсем просто, да? Какое число в квадрате дает 2 по модуле 23? 5, конечно, 5 квадрате, оно 25. 5, теперь 23. Это двое, потому что у нас... Ну и так далее. Кто-то доказал, что это будет всегда. Но это конец. Показывайте следующее. Пусть В и У оба простые. Ничего. Различное. Когда корень из П существует по модулю У, когда, и давайте, когда, вот хочется написать, когда корень из У существует по модулю П, да? Это будет не вполне верно, но это будет близко. Это будет верно при условии, что одно, хотя бы одно из чисел, что хотя бы одно из чисел В и У имеют вид 4 мега плюс 1. А что же если он будет 4 мега плюс 2? А что же если он будет 4 мега плюс 2? Тогда наоборот. Тогда когда в каждом месте существует корень из 2? Вот в то есть в одном и только в одном из этих двух случаев будет возможность взлечь корень одного простого по модулю другого. если если 4к плюс 1 хотя бы одно, то их забоят. А если нет, то ровно если 4к плюс 3, то ровно зерна. Ведь как она нам помогает? Я придумываю следующее следующее задержанное обращение. я напишу вот так и буду называть это 1 если существует корень из 41 по модулю 107.9 и минус 1 если не существует это как бы детектор детектор того существует и корень будет равен вот этому. ну и вообще в принципе если я выясняю ситуацию остатка лена по модулю p то это будет 1 если корень есть и минус 1 если нет под формуле его можно выяснить вот так потому что мы заметили что корни существуют если p-1 в квалах степени 0 корни не существуют если p-1 в квалах степени есть а видите какой флокус интересный берем р и с и вычисляем вот этого это то есть хотим узнать можно ли изменить корень из произведения остатков по модулю я утверждаю что это то же самое что я взял и перемножил два на такие почему потому что это r степени p-1 в квалах то есть r степени p-1 в квалах наезд p-1 в квалах просто сделал свойство 3 то есть детектор называть символом механра детектор 1 или 1 задается в виде p-1 в квалах степени означает что можно вот это записать вот так смотрите какой интересный результат если оба если оба остатка не допускали извлечения огня то произведение будет допускать то если они допускали а минус 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 так То есть РС допускает, поэтому везде не допускаешься, допускаешься. Ну а теперь я могу наконец просто показать, как это работает. Берем 41 по 179. Это то же самое, что 179 по 41. Почему? Потому что одно из них в виде 4К присадит. Какое? 41. Значит, переворачиваешь на самом деле. То есть вот из этого возникает спорим по моду этого. Так только тогда, когда из этого возникает спорим по моду этого. То есть здесь можно произвести деление состава, не правда ли? Почему 179 по моду 41? Быстро получится у нас понять? 41 у нас на сколько? 36. Да, получается 164. Остается? Ага, значит это 15 по модуу и 41. А 15 это 3 и 5. Прекрасно. Переворачиваю оба со знаком плюс из-за того, что 41 имеет вид 4К плюс 1. И поэтому где-то существует на датах, где-то существует, где-то существует, где-то существует, где-то на датах не существует. Все. 41. Какой статус определить на 3? 2 по модулю 3. А это? 1 по модулю 5. 1 по модулю 5. 1 по модулю 5 в квадратности. А естественно, что вторая в 1 в квадрате извлекает скорость. А из этого не извлекается. Потому что по модулю 3 только единица в квадрате. Любое ненулевое число в квадрате дает остаток 1 или 2 на 3. Любое невеличие сетапы в квадрате. Поэтому при этом единица в квадрате не существует ни одного такого цена, что c2 плюс c2 равно 41. По модулю 179. А если бы без вот этого гауссинского алгоритма, мы бы тут 178 чисел в квадрате проверяем, да? Ну или бы мы 41 должны быть большиную в 178 квадрат степени уговорить, то есть 89. Ну тоже равно же тайм, что, да? И проверять по модулю 159, что она там дает, единица или минус единица. В общем, закон Гаусса очень быстро дается вести дело с помощью деления составов в квадрате величины. А вообще, эта наука раньше лежала на основе шифров и генерал. То есть по модулю простых были записаны шифры. Сейчас шифры пишут на основе единических рыбок, но тоже которые размазываются по модулю простых. То есть раскладываются решения разных уравнений. Вот в этих конечных системах остатков, а в нулях только функционируемых. И, в частности, кто знает, что такое биткоин? Все, да? Функционируемые дикоины основаны, как мне сказал один человек, который меня пытается выучить, на исследование арифметики вот таких вот решений, рациональных решений у такого уравнения. Какие есть рациональные пары xy, то есть дроби xy, которые не живут в этом уравнении. И это вообще как функционирует биткоин. Поэтому... Чтобы на это все объяснить, она... Когда она была упражнениями для самых удобных людей на планете, это Майя и рыжалась на ту планету. А потом она стала, собственно, основой в шифровании и кодировании, поэтому если кто-то из вас будет интересоваться такими вещами, как шифрование и кодирование, первое, что придется сделать, это изучить. Остатки, по-моему, просто чисел и все с ней не связаны. И это будет... Тогда вы сможете, без моей этой лекции, иметь некоторое бедение. Но она, по-моему, тоже на самом интернете, она в Курковском была. Правильно, мы там успели довольно много еще чего там. В общем, увидите. Вот. Короче говоря, я вас приглашаю в эту область, это очень сложная, но она является варьерным таким... Ну, в общем, это билет на вход в современные области криптографии. Спасибо вам за внимание и жду желающих в 6 вечера и Султанова 6 на лекции Теоливера вокруг нас последней в этот заезд. Да, у вас будут книги. Математический юмор и математика Леонид Дарьев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Коллег, вы не все ставят канал. Приходите на канал. Математику просто заходите, и ставьте это самое, как говорится. Приглашайте всех! Сборите все подряд, да! Нам выучивайте! Здоровья! Спасибо вам за просмотр! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...